Всем привет, друзья! Очередные подготовленные темы тоже для нашего, так сказать, возраста в пчелином деле. Это очень интересная информация. Зачитаю некоторые статейки, небольшие и вопросы-ответы и так далее. Статейка называется «Пчелиная память». Запоминают ли пчелы место в прошлогодней стоянке улья? Ну, то есть, имеется в виду, когда пчелы стояли, потом их занесли в омшанник, а потом выносят, поменяли местами и тому подобное. Или перевезли, а потом привезли. Вот читаем. Некоторые пчеловоды отвечают на этот вопрос отрицательно, а у меня другие наблюдения. Мои пчелы стояли в прошлом году с восточной стороны дома. Весной этого года я выставил их палисадник на противоположную западную сторону. В день выставки семья номер один облетывалась. Несколько пчел из нее летало возле прежнего места стоянки. В теплую солнечную погоду 5 мая делала облет другая семья. И на этот раз на прошлогоднем месте летала масса пчел. Десять дней после первого облета пчелы сидели в улит, так как была холодная погода. А когда они вылетели, я снова увидел, что они вьются на противоположной стороне дома. Эти наблюдения навели меня на мысль, что пчелы запоминают место своей прошлогодней стоянки. Итак, друзья, это подтверждает многие пчеловоды, что они помнят, если с осени где-то облетывались и выставили их неправильно, они часто летают. Но со временем они забывают, они там не прививаются, рой они делают, там не осаждаются. Поэтому это не смертельно и не опасно для пчел и пчеловода. И еще одна небольшая статейка. Рои в Москве. Наша столица с каждым годом хорошеет и еще более озеленяется. Улицы и заводские территории засаживаются деревьями, среди которых преобладает липа. 1 июля и 2 августа на первый подшипниковый завод залетело два роя. Залетали они и в предыдущие годы. Садятся рои, как правило, на молодые липы, растущие между двух корпусов завода. В том месте, где, как говорят, земля под ногами ходит, содрогаясь от мощных ударов кузнечных молотов и ковочных машин. Да и шлака от печей здесь больше, чем где-либо. Но пчел это не отталкивает. Рабочие завода Хребков, Титов, Ивин, Кинтыков сняли на не один рой и стали заправскими пчеловодами. Вот такие вот небольшие информации приходят нам, так сказать, в журналах. И это может быть не только на заводах, и повсеместно в любом городе может появиться рой. Поэтому наблюдайте, если где-то услышали, увидели. Это ваш доход. Вот. Вопросы и ответы. Производительность труда пчеловода сильно снижается от того, что пчел застраивают пространство между корпусами ульев. Как сделать, чтобы пчелы не застраивали этих мест? Ответ. Еще Лангстронт установил, что большое пространство ульев пчелы застраивают сотами, а маленькие заклеивают прополюсом. И только 8-мм пространство они оставляют свободным. Это пространство Лангстронт назвал пчелиным пространством и использовал ее в усовершенствованном им рамочном улье. Чтобы пчелы не застраивали пространство между корпусами ульев, надо от нижних планок рамок верхнего корпуса до рамок нижнего корпуса оставлять пространство, равное 8-ми миллиметрам. В многокорпусных улях нижние бруски рамок заканчиваются точно на уровне стенок корпуса, а сверху каждый корпус имеет пространство над рамками 8-ми миллиметров. Такое устройство позволяет свободно переставлять корпуса и почти нацело устраняет застройку сотами пространства между корпусами. Ответ правильный. Некоторые пчеловоды это не используют, строят самодельные улья и между корпусами расстояние, вот это корпус один, это рамки, и это низ рамок второй, то есть больше 8-ми миллиметров, но обычно до 10-ти делают. Но если сделать 12, то они построят сотики, чтобы переходить. Читаем далее. В чем заключается способ вывода маток по Миллеру, которым напоминается в статье, и тут написано «Пчеловодство номер 2 за 62-й год». Ответ. В семье отбирают матку и подбирают 1-2 сота с молодыми личинками, пригодными для вывода маток. В нижней части сота с личинками вырезают 3-4 треугольника высотой 8-12 см, так чтобы сот в рамке напоминал по форме зубья пилы. То есть, если это сот, то выпиливают вот так раз, 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 раз в нижней части. И оно получается зубья пилы, как говорится. Высотой 8-12 см. Ну, приблизительно, вот такой, небольшой высотой, вот такая высота, ну, вот так приблизительно. Вот так раз, два, три, четыре. Сколько они делают? 3-4 треугольничка написано. Пчелы охотно закладывают маточники на личинках, расположенных на гранях вырезов. Маточники размещаются в вырезанных пространствах, по своему положению напоминают роевые. Это простой способ, широко применяется на пасеках. Я скажу, что и до сего времени многие люди этот способ применяют. Вопрос. Какого веса пчелиные семьи собирают больше меда во время главного взятка в расчете на килограмм живого веса? Ответ. Больше меда собирают семьи весом 8-10 килограммов. То есть, с чем и заинтересованы пчеловоды, чтобы нарастить большое количество пчелы. Но это, как всегда, упирается в роевое состояние пчел, которые не дают нарастить. Семья по весне набирает большое количество пчелы и идет на роение, и опять уменьшается почти в два раза. Если было 10 килограмм, то останется 5 килограмм. 5 килограмм улетело. Рой на 5-4-5 килограмм такие раи, как правило, и существуют. Перваки. Вопрос. Можно ли использовать для постановки в ульи соты поврежденными мышами? Ответ. Пчелы очень неохотно отстраивают такие соты, особенно сохранившие мышиный запах. Такие соты лучше перетопить, а пчелам дать для отстройки рамки с искусственной овощиной. При недостатке хорошей суши, малоповрежденные соты можно использовать предварительно хорошо промывых в воде с марганцовкой и просушив. Воду из промытых сотов удаляют нами догонки. Ответ весьма правильный. Лучше не давать. Лучше поставить, потому что они мучаются, мучаются, не хотят. Ну не хотят они строить и, по-видимому, там заражение какое-то или запах этот отбивает. Я пробовал, были у меня такие случаи. И поэтому, когда я начинал заниматься пчелами, были и такие проблемы. Лучше убрать эту рамку, лучше перетопить. Будет сохранена и семья, и развитие пойдет хорошее. А так и семья не развивается, и сотов не строят. И, как говорится, ну все стоит на месте. Вопрос. Как предохранить мед в ячейках от засахарования, сохранить его к весне следующего года вне ульев? Ответ. Поместить соты с медом на расстоянии 5 мм один от другого в плотно сбитые, хорошо закрывающие ящики, сундуки или корпуса ульев. Закройте их плотно досками и все щели заклейте полосками бумаги. Корпуса ульев храните в тамбуре зимовника, в сухом подвале и других местах, где температура не может резко колебаться. И еще хочу сказать, что когда я откачиваю мед, чтобы он долго не засахаривался, я сохраняю его в комнатной температуре на кухне, в шкафах. Он у меня стоит, проветривается он определенное время, может до месяца стоять открытый. И потом он длительное время не засахаривается в жидком состоянии. То есть это то же самое. Ставил я в подвале. У меня есть подвал. Вот, ставлю в подвале. И в подвале он моментально в течение месяца может засахариться. Не знаю почему. Может у меня какая-то тут есть другие газы выходят или еще что-то. Но очень быстро засахаривается. Вопрос. Возникает ли воровство у семьи пчел, которая хорошо обеспечена кормами? Да. Ответ. Возникает. Пчел у любой семьи, независимо от количества корма и выхода, имеют инстинкт поиска и сбора корма. Не находя взятка в природе, они ищут корм в разных других местах. Их привлекает медовый запах, исходящий из ульев. Если при этом пчелы не получат должного отпора со стороны пчел-хозяев, то набрав меда в чужом улье, они снова к нему возвращаются и начинается воровство. И таким образом вы можете потерять семью. Вопрос. Почему у пчел могут развиваться неоплодотворенные яйца? Ведь у других животных и птиц неоплодотворенные яйца не способны к развитию. Ответ. У пчел, как и у многих других насекомых, в отличие от высших животных, неоплодотворенные яйца обладают способностью к развитию. Способность яиц развиваться без облодотворения называется партеногенесом. Действенным размножением. Такое действие на размножение есть у диких пчел и других тлей. И описано в журнале 1 и с 1 по 4 журнал 62 года. Пчеловодство. Вопрос. Какие пчелы выкармливают расплод ранней весной? Сколько личинок может выкармить весной одна перезимовавшая пчела? Ответ. Весной выделяют молочко для кормления личинок только физиологически молодые пчелы, которые осенью не участвовали в выращивании расплода. Чем больше в августе семьи выращивался расплод, тем больше физиологических молодых пчел в ней будет весной. Перезимовавшие пчелы выращивают в среднем одну личинку. Семья весом 2 кг при нормальных условиях за 30-35 дней жизни после весельного облета может выкармить около 22 тысяч личинок. То есть обеспечить выращивание всего расплода при кладке по 700 яиц в сутки. К концу месяца семья уже будет состоять почти нацело из молодых пчел. Каждая пчела весеннего вывода способна вырастить уже до 4 пчел. И поэтому после этого, как месяц после проходит, после замены пчел, сначала идет месяц замены пчел, потом идет наращивание пчел около месяца и потом идет раение. Потому что молодые пчелки, когда заменились, старые отходят, а молодые появились, они в 4 раза быстрее. Поэтому семья делает сильный скачок. Если было 4 или 5 рамок после, и они заменились опять на 4-5 рамок, поэтому первый месяц не видно, что семья развивается. Расплод есть, а пчела не увеличится. Но второй месяц эта семья увеличивается больше, чем в 4 раза. То есть, если эти 4 рамки, то они быстро дают много расплода, и семья увеличится, и сразу идет на раение. Поэтому многие пчеловоды в недоумении, ну было мало пчел, было мало, откуда рой взялся, не знаю. Вот так задают вопросы. Поэтому, если вы не знаете эти законы пчелиные, то будьте внимательны. После выставки смотрите, сколько расплода. Если там расплода, ну одна рамочка, то это не означает, что эта семья быстро пойдет на раение. И этой семье надо около месяца, чтобы заменилась старая пчела. После выставки вы проверяете после месяца, сколько там пчелы. Окей, видно там, значит, уже пчела занимает 4-5 рамок, и уже расплода будет 5-6-7 рамок. То есть, эта семья быстро пойдет на увеличение, резко. И поэтому пчеловоды думают, что она медленно развивается. Нет, этот скачок всегда происходит по весне, такое свойство пчел. Поэтому старые опытные пчеловоды знают, что к этому времени нужно семью поделить. Новые пчеловоды начинающие не знают и думают, о, хорошо, пчелы много открывают, на каждой рамке плотно обсиживают. Нет, они уже перестали работать, они ждут благоприятного условия, чтобы отроиться. Если пчеловоды невнимательные, не осмотрят рамки правильно снизу, то эта семья отроится, и он будет в недоумении. Почему было мало пчелы, и семья отроилась? Такие вопросы часто возникают. Итак, друзья, читаем дальше. Небольшая статейка, опять же интересная статейка. Мимоска называется. Тут написано Legonesciumfartum по-латински. Относится к семейству бобовых. Это многолетний маловетвистый колючек-полукустарник, высотой от 25 до 60 см, с глубоко идущими в землю корнем. Колючки на стебле конические, напоминающие кошачьи когти. Листья двояко-перстые, с маленькими линейно-продолговатыми листочками. Боб толстый, яйцевидно-продолговатый. Плоды съедобные, сладковатые, но невкусные, содержат до 6% сахара. Развивается, начинает в марте, в июле-агусте цветет, а осенью плодоносит. Мимозка дикорастущая растение пустынь, полупустыня Азербайджана. Местами образуют сплошные заросли. Цветет с самого начала июля и в первую декаду августа. Ну, приблизительно 40 дней. Это неплохой поддерживающий взяток в середине лета. Главное, что интересное качество этого растения, что он растет в полупустынях, как говорится. Далее читаем. Мимозка хороший медонос, дающий много нектара, немного пыльцы. Хорошо посещается пчелами. Шерванская, Муганская и Мильских степях относится к основным медоносным растениям. Мимозка нектароносит в любую погоду, в том числе и в сухую, жаркую. В этом ее большое преимущество пред другими медоносами. Мед с мимозки светло-янтарный, быстро кристаллизуется, садка мелкозернистая. Для пчеловодства низменных районов Азербайджана, мимозка медонос товарного значения. То есть, обратили внимание, что медонос товарного значения, он дает товарный мед. Итак, друзья, если у вас есть вопросы или еще какие-то замечания или желания, что я могу сделать, я постараюсь, задавайте вопросы, подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи, до свидания. Продолжение следует...